Сегодня с рабочим визитом наш город посетил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Глава Арктического региона лично оценил ход реконструкции улично-дорожной сети города, а также побывал на местах горячих строек. Кроме того, Дмитрий Андреевич оценил и спортивные перспективы города. В завершении рабочего визита губернатор ответил на волнующие жители города вопросы и, конечно, на вопросы журналистов. Репортаж Валерий Вартьеванян. Свой маршрут по семи лиственницам глава Арктического региона начал с полигона экологических исследований. Со дня своего основания в Лабытнанге в одном из самых северных филиалов Академии наук многое изменилось. Конечно, в позитивном ключе. Например, в Бару на Зеленой горке у лабытнанских ученых теперь появилось еще одно здание для исследований. Свежую постройку и научные проекты лабытнанских исследователей и оценил Дмитрий Андреевич. Будем дальше двигаться, я так понимаю, по оборудованию у вас уже много что-то улучшилось. Нет предела совершенства, мы здесь всегда готовы вам на встречу идти, и это точно то, что мы будем всегда поддерживать. Меры поддержки, которые оказывает регион ямальской науки, исследователи по праву называют беспрецедентными. В новом здании созданы все условия для работы. Есть конференц-зал, лаборатории, проекторы, оргтехника, микроскопы. Теперь научный арсенал пополнил и национальный атлас, подаренный стационару лично губернаторам. Я думаю, вы те, кто его составляет на самом деле, многие разделы. Далее правительственная делегация во главе с губернатором отправилась на место будущего сквера. Совсем скоро железнодорожный вокзал, лицо нашего города, обретет парковую зону площадью полтора гектара. Часть территории станет зеленой, к высадке готовятся 400 саженцев. Остальное пространство замостят плиткой. Представитель генподрядной организации Григорий Нак пообещал закончить работы строго в срок, до 1 октября. В первых числах августа планируем перейти к укладке асфальта. На сегодняшний день все материалы необходимые находятся в городе Лабытнанге. Сейчас начинаем укладывать лотки, занимаемся переустройством сетей. В городе полным ходом идет и строительство жилого фонда. Общее количество квартир, предназначенных для переселения лабытнанцев, проживающих в аварийных домах и отдаленных микрорайонах, составит порядка 780. Строительство кипит и на дорогах города. Губернатор оценил ход реконструкции самой протяженной и востребованной дорожной артерии Лабытнанги по улице Апская. Все проводимые работы идут по графику. Именно полная готовность муниципалитета стала решающей выделение городу средств из окружного бюджета на обновление этой дороги в 2019 году. В этом участке самое большое количество у нас коммуникаций, 24 коммуникации нам нужно переустроить. А вот строительство долгожданного спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном из графика вновь убивается. Дмитрий Андреевич сложившийся ситуацией был недоволен. Представители строительной компании «Магнум» заверили главу региона, что до 1 октября постараются все работы завершить. От спортивного объекта гости перешли к объекту отдыха, который расположится между многопрофильным колледжем и городской поликлиникой. На этом отрезке улицы работы ведутся регулярно и планомерно. Уже осенью непримечательный овраг превратится в прогулочную зону с музыкальным фонтаном. Был подготовлен проект. Согласовывается он с населением несколько раз. Разные споры возникали. Запрос населения на светодинамический фонтан, который сделали плоскостным, для того, чтобы в зимний период времени это была в том числе и пешеходная зона. Далее Дмитрия Артюхова ждали в детской поликлинике. Там ему рассказали о реализации проектов «Бережливая поликлиника» и «Доступная среда». О создании системы оказания медицинской помощи в неотложной форме, что позволило разгрузить врачей первичного звена и обеспечить разделение потоков заболевших. Заметили, что это меня у вас? Да. Высчиталось? Да, конечно, высчиталось. Удобно, потому что талончик сейчас. В ходе ознакомительной экскурсии поделились и волнующими вопросами, связанными со стационаром больницы. Старое здание требует ремонта, и проектные работы по его обновлению будут начаты уже в ближайшее время. Далее гости оценили ход капитального ремонта детского сада «Катюша». Здесь полностью комплексные работы по смене инженерных коммуникаций. Вы сами видите. Мы сейчас еще пройдем вовнутрь, чтобы вы посмотрели, какой объем работы. Здесь от старого здания останется лишь основание и наружные стены. Обстоятельный разговор о социальной поддержке семей воспитывающих детей инвалидов состоялся за чашкой чая в Центре социального обслуживания населения. Дмитрий Артюхов рассказал о недавно принятых решениях в части увеличения размеров пособий и упрощения процедуры предоставления финансовой поддержки таким семьям. К примеру, несмотря на достижения ребенком-инвалидом 18-летнего возраста, Ямал будет поддерживать такие семьи и далее. С января планируется продление выплат родителям детей, нуждающихся в постоянном уходе. Кроме того, если раньше родителю компенсировался проезд с ребенком-инвалидом к месту лечения, то теперь раз в год проезд будет компенсироваться независимо от цели поездки. К неработающему родителю, естественно, самому ребенку раз в год будет выезд железнодорожным транспортом, либо где нет возможности воздушным, будет бесплатно, без целевого полечения. То есть просто сам по себе выезд. Еще одна встреча с горожанами прошла в детской школе искусств. Предваряя вопросы из зала, Дмитрий Артюхов заявил, что проблемой номер один для жителей города остается подача чистой воды. Решение нами весной было принято. Принципиально будет строиться водопровод из Карпа. Все мы знаем, насколько там хорошая, качественная вода. 33 километра задача непростая, обеспечивать его круглогодичную работу, но это будет сделано в рамках концессии, которая заключена будет уже в этом году. Начать строительство объекта планируется в следующем году. Далее в конце 2021-го, начале 2022-го года планируется ввод водопровода в эксплуатацию. В ходе встречи глава администрации города Марина Трескова и губернатор округа Дмитрий Артюхов договорились об увеличении объемов жилищного строительства. Это по-прежнему остается одним из наболевших вопросов. Кроме того, договорились и о выделении финансовых средств на продолжение масштабной работы, которая уже ведется в части ремонта дорог и внутриквартальных проездов. В целом же глава арктического региона остался доволен рабочей поездкой в Лабытнанге и подчеркнул быстрые темпы его развития. Радует, что Лабытнанге меняется. Мы даже с вами общаемся, слышны, как работают строители, как продолжается работа дорожная. Важно, что город преображается. Мы все помним, что настроения в Лабытнанге бывали разные, порой совсем грустные. Сегодня мы видим, как последние годы это меняется. Люди верят, что город улучшается, появляются новые объекты долгожданные. Очень важно, чтобы это все подкреплялось экономическим успехом. Валерия Вартованян, Григорий Волков, Евгений Садыков. Программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова